Алина Хаджиева до сих пор в шоке от случившегося, причем возмущена она не только самим чрезвычайным происшествием с детском саду, но и отношением к случившемуся со стороны дирекции детского сада. Дети сорвали леску, на которой у них украшала беседка такая леска и на ней цветочки пластмассовые. И вот Давид один есть там мальчик и Назар. Они взяли и его душили вот этой леской, вот на себя вот так душили. И он в какой-то момент в обморок упал. И в этот момент, когда он лежал уже на полу, плакал, прибежала воспитательница. Она сказала, что мы сами виноваты, что у нас такой ребенок неспокойный. Вот это ерунда от души получается. Покажи. Дети просто, они же вдвоем же играли. Алина написала заявление в полицию и горано. Однако в детском саду уверены, что ничего страшного не произошло. Мальчик просто сам упал. Дети вышли на улицу, это было около 12 часов. Дети игрались. Двое догоняли Марка. Марк спотыкнулся, упал. В лесу? Нет. Он упал на пол. А у него шея такая? Там ДСП, Содорона. Вот он на пол, ДСП, он упал. Это у него получилось, что с Содороном было. И ничего, ребенок не плакал. Оказали первую помощь, медсестра обработала все. И вызвали сразу родителей. По факту происшествия в детском саду проводилось внутреннее разбирательство специальной комиссии городского отдела образования. Официальный вывод комиссии подтвердил версию воспитателей, что ребенок получил травму в результате неосторожного падения. Между тем, воспитательница была уволена по собственному желанию, а все детские сады получили строгое предупреждение. Все детские сады города Шемкента, первые руководители были предупреждены, строго предупреждены о том, чтобы не повторились такого инцидента в детских садах. Однако в официальную версию мама пострадавшего ребенка не верит, считает, что в детском саду просто хотели займять неприятный инцидент. Она настаивает на проведении полицейского расследования. Продолжение следует...